С воскресным днём! И, конечно же, буквально недавно хотел поделиться своими впечатлениями. Мы с отцом Андреем в составе паломнической поездки под управлением владыки нашего митрополита по благословению Святейшего Патриарха поехали на святую землю Эверону, Грузию. И что очень тронуло, что этот народ Божий настолько почитает веру православную, настолько почитает духовенство, что, конечно же, мы, живя в эти ипостасийные времена, конечно же, видим тот пример, который они нам преподносят. Понятно, что земля эта древняя, и древняя с духовной стороны, потому что те 13 подвижников, которые прибыли в 300-х годах, и в их числе Давид Гериджийский, у мощей которого мы были, дали то начало духовное, которое и продолжается по сей день. Мы знаем, что они являются наследниками, наследниками той духовной традиции, которая никогда и не прекращалась, и ни во времена гонений, ни в наше время к богоборчеству и тому подобное. И что, конечно, порадовало, что очень чтят наших святых, святых, и мы знаем, что там глинские старцы похоронены, видим неистощимую очередь людей, которые обращаются со своими молитвами, с просьбами, видим, что люди берут земельку, прикладывают ее к больным местам, и, конечно же, вопрошают о своем спасении. Были мы и по благословению были на аудиенции католикоза, у католикоза Ильи, и всея Грузия, и, конечно, это один из старейших архиереев, и он говорит, что в эти времена нужно молиться пророку Божию Ильи, потому что он будет устроять, устроять приход Христа. Ничего бояться, говорит, не нужно, потому что Господь все устроит, но его предтечей будет этот святой, и поэтому, обращаясь ко всем, он говорит, призывайте Илью на молитвенную поддержку. И мы буквально недавно, я был у старца одного из почитаемых в Грузии, это старец Гавриил Бурбадзе, мы знаем, его почитают очень сильно, и он говорил в своих проповедях простые вещи, говорил о том, что нужно почитать духовенство. И если кто-то недоволен этим духовенством, он их обличал, и говорил, что действительно, вам бы хотелось, Николай и Судотворце, чтобы он молился у престола Божия, вам бы хотелось, чтобы в больницах были Пантелеимон-целитель, государством вашим руководил, как минимум, царица Тамара, но тогда и мы должны соответствовать этим людям духовным, потому что наше внутреннее несоответствие, это, конечно же, ну, что Господь нам дал, с тем мы и живем. И буквально, буквально, конечно, мы понимаем, что он-то, в первую очередь, этот старец призывал к любви, потому что не хватает любви. Все знают, как жить нужно. Если что-то кто-то не знает, он может открыть интернет или почитать книги, а не хватает любви и молитвы друг за друга. И, конечно же, та любовь, которую показывал старец Гавриил, она давала надежду, потому что и Господь говорит, что любовь – это есть то, что нас соединяет друг с другом. Хочешь спастись? Насколько ты приблизился к Богу? Если ты приблизился к Богу, значит, близко твое спасение. Помощи Божьей и благословения Господни призываю на вас. С Богом, друзья! Сначала молитву завтра в 8 часов. Будет Владыка Сергий у нас в Вещанском Шаннице. С миром Божиим! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok